Депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании рассмотрели более 30 вопросов. Повестка выдалась насыщенной. Парламентарии проголосовали за назначение на должность вице-губернатора, руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрия Рожина. Аналогичную должность он занимал и ранее. Также депутаты поддержали назначение Ольги Криковой на пост главы счетной палаты региона. Ранее она была первым заместителем министра областного Минэкономразвития, а до этого возглавляла налоговую службу региона. Задачи, которые стоят перед счетной палатой Самарской области, они понятны. Это организация эффективного контроля за использованием бюджетных средств. Надеюсь, что мы, я как руководитель и весь коллектив счетной палаты Самарской области с этими задачами справятся. Региональные депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете на текущий год. Более миллиарда трехсот миллионов рублей в текущем году направят на дополнительные меры поддержки многодетных семей. Полтора миллиарда – на строительство и реконструкцию социальных объектов, больниц, школ, театров. Один миллиард семьсот миллионов уйдет на обеспечение населения лекарствами и оснащение оборудованием медицинских учреждений. В числе других направлений расходов – строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение капремонта в соцобъектах, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. С отчетом об оперативной обстановке выступил начальник УМВД России по Самарской области Игорь Иванов. На территории региона в прошлом году зарегистрировали 47 595 преступлений. Более половины из них – имущественные посягательства, кражи, грабежи, разбой, мошенничество, вымогательство. Каждое десятое преступление связано с незаконным оборотом наркотиков. 6,4% от общего числа преступлений совершены в экономической сфере. Конечно, особый акцент делается на выявлении и раскрытии преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Выявлено 26 таких преступлений. Составлено 128 протоколов за экстремистское проявление. Из них 28 – за дискредитацию вооруженных сил. В совместность с прокуратурой прекращена деятельность 853 запрещенных контента. Особый резонанс вызвало обсуждение проекта регионального закона об обращении с животными без владельцев. Наши города и села должны быть безопасны в первую очередь для людей. Бродячих собак в населенных пунктах быть не должно. Они все должны иметь хозяев. Если это домашнее животное, это животное, которое живет дома, имеет хозяина. Животные, которые обитают на улице, избиваются в стаи – это уже дикие животные. Мы в первую очередь должны подумать о людях, которые оказываются совершенно беззащитными перед собаками, дикими. Это дети, это старики, женщины, да кто угодно. После внесения поправок в законопроект было принято решение, чтобы обезопасить жителей региона от нападений и укусов, усыплять будут только агрессивных собак, представляющих угрозу для человека. Остальные животные, не нашедшие хозяев или не оставшиеся в приютах, будут возвращены на волю. Также по закону запрещается прикорм животных без владельцев рядом с многоквартирными домами, школами, остановками общественного транспорта, больницами, детскими площадками, в гаражных массивах и на стоянках за нарушение предусмотренной штрафы. Также предусматривается возможность создания на территории Самарской области пунктов временного содержания бездомных животных, в которых ветеринар будет проводить первичный осмотр собак, оказывать неотложную помощь, вакцинировать и стерилизовать. Животные будут зарегистрированы и поставлены на учет. После дискуссии и споров большинство депутатов поддержало закон в двух чтениях. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.